Альхамду лилляхи, Роббил алямин Вассалату, Вассаламу аля Расулина Мухаммадин Валя Алихи и Асхабих Аджмайин Ассаламу алейкум и рахматуллах и баракатух Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим тему Тему колдовства, сихра, тему колдунов И как мы сказали, Аллах Субханаху атааля в Куране говорит Примерный смысл Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству А также тому, что было не способно двум ангелам Вавилоне Харуту и Маруту Но они, ангел, не обучали никого, не сказав Воистину мы являемся искушением Не становись же неверующим Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой Но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни Скверно то, что они купили за свои души Если бы они только знали То есть мы уже сказали, что колдовство — это истина И оно имеет некое влияние на людей И это скверные знания, которые люди ищут и берут Чтобы использовать в этой жизни Чтобы приобрести какие-то мелочные Чтобы достичь каких-то мелочных целей Будь то какой-то власти или какого-то имущества Или же просто удовлетворить свои грязные чувства Зависть, ненависть и так далее Мы сказали, что верующий человек не может быть таковым И как мы сказали, как Всевышний говорит в аяте Они не обучали никого, не сказав Воистину мы являемся искушением Не становись же неверующим То есть это для тебя испытание Не становись неверующим Не обучайся этому Не бери эти знания Это скверные знания Это не нужно для вас Но люди все-таки обучались Как разлучать мужа с женой и так далее И пророк саллиллаху алейху саллама сказал Не поведать ли мне вам о том, кто есть верующий Это тот, кому люди могут доверить себя и свое имущество Мусульманин это тот, от чьей руки и языка находятся безопасности Другие верующие А борющийся на пути Аллаха тот, кто борется с собой в повиновении Аллаху А переселившийся ради Аллаха тот, кто оставил грехи большие и малые И верующий человек это тот человек Который не вредит никому ни своим языком, ни своей рукой И если вы действительно верующий человек То вы не будете пытаться навредить кому-либо Или пытаться завладеть чем-либо Что не принадлежит вам по праву Даже если это принадлежит вам по праву Вы не можете идти на такие поступки На такие скверные дела И вы можете брать свое право только дозволенными способами религии И мы сказали, что колдовство действительно существует И оно имеет некое влияние на людей Аллах Субханаму Ата-Аля в Куране, в Суре Тлаха Приводит историю Муса, алейхиссалам Вообще эта история приводится в нескольких местах Когда Муса пришел к фараону Показал ему знамения, которые Аллах Субханаму Ата-Аля дал ему И после этого Всевышний говорит И мы явили ему, фараону, всевозможные наши знамения То есть показали знамения Но он счел их ложью и отказался Он сказал, о Муса, неужели ты явился к нам Чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством То есть фараон посчитал эти знамения колдовством Неким колдовством И далее фараон говорит Мы непременно покажем тебе такое же колдовство Но назначь же место, где мы будем иметь равные шансы И никто из нас не должен нарушить его То есть он сказал, я тоже могу показать такие вещи Такие знамения, назначь место И мы будем соревноваться в этом И Муса сказал Сроком для вас будет день украшения И пусть люди соберутся утром То есть в то время существовал праздник День украшения, в который люди собирались Фараон отвернулся и собрал свои козни А затем пришел в назначенный срок То есть фараон собрал по всем селениям Собрал колдунов, самых сильных, самых лучших колдунов И привел их в тот день Муса сказал им То есть Муса обращается к этим колдунов в тот день Горе вам Не возводите наветно Аллаха А не то, он уничтожит вас Подвергнув мучениям Неудача постигнет того, кто измышляет ложь То есть вы же знаете Муса, алейхиссалам, обращается к ним Вы же знаете, что это ложь То, что вы будете творить Это ложь Побойтесь, Аллах, оставьте это Горе вам Иначе Аллах уничтожит вас Подвергнув мучениям Они стали спорить То есть колдуны стали спорить между собой О своих действиях И сохранили свои разговоры в тайне И они сказали Имеется ввиду фараон И его значит сказали Обращаясь к колдунам К колдунам Эти двое мужчин колдуны Имея ввиду Мусу и Харуна Брата Мусы Моисей и Арон Как приводится в Библии И они сказали Эти двое мужчин колдуны Они хотят колдовством Изгнать вас из вашей страны И вдвоем следовать Вашим превосходным путем То есть Фараон и его знать Обратились к колдунам И Сказали им такие слова И Под словом превосходным путем Имеется ввиду То есть люди вас почитают А эти двое сейчас вас изгонят И они Придут на ваше место И люди будут почитать их Так что Постарайтесь их победить И далее Они говорят Объедините ваши козни И выстроитесь в ряд Сегодня преуспеет тот Кто одержит верх То есть Фараон сказал Если вы сегодня победите В другом аяте Аллаху Приводит Фараон сказал Вы станете приближенными То есть Я вас приближу к себе Я вас одарю Вы будете Самыми знатными В моей стране И колдуны сказали О Муса Ты бросишь первыми Или нам бросать первыми В то время существовало У колдунов был Такой обряд Они бросали свой посох Или веревку Которую они обвязывали Свой пояс Бросали И это превращалось Во что-то В основном В змею И пугало людей И Муса сказал Нет бросайте вы И тут ему представилось Что их веревки И посохи От их колдовства Пришли в движение То есть Мусе Алейхиссалам Показалось Что Они превратились в змей И начали на него нападать Тогда он почувствовал В душе страх Мусе Алейхиссалам Почувствовал некий страх Мы сказали Всевышний говорит Мы сказали Не бойся Ты одержишь верх То есть И Аллах В этот момент говорит Не бойся Ты одержишь верх Далее Всевышний говорит Брось то Что держишь В своей руке И оно поглотит Содеянное имя Воистину Содеянное имя Это козни колдуна А колдун Не преуспеет Куда бы он Не пришел То есть У Муса Алейхиссалам В руке был посох И Аллах Повелел ему Бросить этот посох И Когда Муса Бросил свой посох И Далее Всевышний говорит Оно поглотит Содеянное имя То есть Этот посох Превотился В подобии змеи И поглотил Все что там Творили колдуны То есть Все это исчезло В мгновение И далее Всевышний говорит Колдуны Пали ниц И сказали Мы уверовали В Господа Харуна И Мусы То есть Когда они увидели Истину Каждый из них Каждый из колдунов Знал что он творит Знал что это обман Знал что это Козни шайтана Но когда они увидели Что все это пропало В момент Они поняли Что это истина Что это от Аллаха И все они Разом уверовали Побоялись Своего Господа Покаялись И вернулись К истине И далее В Куране говорится Он Фараон Сказал Неужели вы поверили ему Без моего соизволения То есть я вам не позволял Этого И фараон Настолько был горделив Что он Что даже люди Которые хотят уверовать Должны были уверовать Только по его приказу И уверовать В то Что прикажет То есть То что угодно Фараон И он сказал Неужели вы поверили ему Без моего соизволения Воистину Он старший из вас Который научил вас Колдовству То есть Фараон Подумал что они Сговорились И он Дальше он говорит Я отрублю вам руки И ноги накрест И распну вас На пальмах В стволах Вот тогда вы узнаете Чье наказание Суровее И долговечнее И колдуны сказали Мы не отдадим тебе Предпочтение Перед ясными знамениями Которые явились нам И перед нашим Творцом Выноси же свой приговор Воистину Ты выносишь приговор Только в мирской жизни То есть Истинная вера Когда зашла в сердце Им уже было все равно Что там будет творить Фараон Или что он будет говорить Или что он совершает Они уверовали истинной верой И они убояли своего Творца И далее они говорят Воистину мы уверовали В нашего Господа Для того Чтобы он простил нам Наши грехи И колдовство К которому Ты нас принудил Аллах лучше И долговечнее То есть Истинная вера Когда входит в сердце Уже человеку Не важно что творится Он боится Своего Господа Он пытается придерживаться Истины И этот аят Назидание для всех Чтобы все мы понимали Что есть возможность Покаяться каждому человеку И люди которые Занимались этим Или занимаются этим Для каждого из них Есть шанс вернуться Пока его душа Не поступила к горлу И из этих аятов Ясно видно Что колдовство Может влиять Имеет влияние На человека И даже на пророков Как здесь приводится Ведь в этом случае Говорится Что Мусе показалось Что их посохи И веревки Превратились в змей И он испугался То есть Колдовство повлияло Имело некое влияние И на пророка Мусу Алейхиссалам И эти веревки И посохи Задвигались Однако Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля Показал истину И все колдуны Покаялись И оставили Своё колдовство То есть Когда Аллах Субханаху Внушил ему Мусу Алейхиссалам Бросил свой посох И оно поглотило Ихсях Но То что Колдовство Имеет влияние Это факт Это истина И об этом Аллах Субханаху Ата'аля Говорит в Куране И это Истина Так же Эти аяты Говорят о том Что для каждого Грешника Будь это колдун Или кто-либо другой Есть всегда шанс Успокаиваться Есть всегда шанс Вернуться Пока Не пришла к нему смерть Поэтому Я Обращаюсь ко всем Кто занимается Этими делами Кто занимается всерьез Или в шутку Может вы просто Там Хотели попробовать Взяли книгу Что-то сделали Разговаривал Однажды Пришла женщина Она говорит Я работаю Продавцом В книжном магазине И она И она говорит Самая спрашиваемая книга Спрашиваемая книга Это Черная и белая магия Как так Люди Вместо того Чтобы получать Какие-то Хорошие Правильные знания Читать Какие-то Правильные книги Познавать Мир Познавать Религию Познавать Истину Вместо этого Обучаться Знаниям Которые Принесут вам Только вред Принесут вам Только страдания В обоих мирах И не Преуспеет Колдун Может быть Какие-то Мизерные удовольствия В этом мире Он не получит Но в последней жизни Нет ему дела Поэтому Если кто-то Занимается этим В серьез Или в шутку Намеренно Или же Играючи Покайтесь Перед Аллахом Потому что Это не шутки Поверьте мне Это не шутки Если вы Занялись этим То К вам Непременно Придет Шайтан И К вам Непременно Придет Гнев Аллаха И проклятие Аллаха А всем Остальным Я хочу сказать Что не бывает Черной и белой Магии Братья и сестры Не бывает Плохих и хороших Колдунов Колдун Он есть колдун Колдун Он есть колдун В любом Случае Он совершает Запретное В любом случае Он получает Ненужные Скверные Знания И Колдун Заключает Сделку С джинном С шайтаном С дьяволом Как хотите Так и называйте Конечно же Есть джинны Правильные Праведные Хорошие Верующие Но они не приходят К людям И они не вредят Людям У них своя жизнь У нас своя жизнь Поэтому Побойтесь Аллаха Оставьте это И не обращайтесь К таким Скверным Людям Иншаллах Мы еще поговорим Об этом Поговорим Об их признаках Поговорим Как распознать Колдуна Примерно Хотя бы В общих Чертах На этом Наше время Истекло Ассаляму алейкум Врахматуллахи Варакату Ассаляму алейкум Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...